Знай его как человека активного, с активной гражданской позицией, с активной общественной позицией. Человек, который все время хочет что-то создавать, он постоянно дает советы, на самом деле это, наверное, второе имя Валентина, человек-совет. Если он что-то обещает, он разобьется в лепешку, но делает такой человек локомотив, тянет за собой или толкает, если начинаешь сопротивляться. Первая ассоциация, ну это муж мой, сразу же, то, что он надежный, я могу на него положиться. У него всегда есть идеи, иногда даже устаешь от этих идей, настолько их много, и даже на отдыхе более двух-трех дней не говорить о работе или о своем каком-то проекте в клубе, он не может. Клуб директоров, это его как бы идея, я не сразу в нее поверила, скажу честно, потому что я немного не поняла, ну как бы не осознала весь замысел, как это будет реализовано. В основном это интерес в том, чтобы сделать что-то лучше. Это как бы один из главных двигателей его, если он что-то может делать, он это обязательно делает. Мені стало цікаво, якою сміливою повинна бути людина, щоб взяти на себе відповідальність і заснувати клуб директорів цілого міста, та еще и самому стати его директором. Саме про такую людину наш выпуск программы «Просто люди». Черные начинают и выиграют. Как вы начинали свой бизнес? У меня уже выработалась за некоторые годы легенда о том, как все начиналось, но с вами мне хотелось бы быть откровеннее, чем это принято для меня в повседневности. Я, наверное, вспоминаю первое, то, что в голове из памяти, это, наверное, детский сад, и какая-то была такая вот притча о том, что когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, то мама мне сказала, что я сказал директором. Я всегда стремился как-то зарекомендовать себя, показать, что ли, преодолеть. Мне довелось поработать около года в разных профессиях, разнорабочих. Я работал помощником столяра в кардиодиспансере, потом выливал игрушки из пенополиуретана, из пенополиостерола. Знаете, такие марионетки были в 93-м году очень популярны. Естественно, пробовал даже их продавать самостоятельно на рынке «Эвис» тогда. Ну, получалось недурно, там, на мороженое хватало. Более пяти месяцев я не задерживался на одном месте, но не было удовлетворенности какой-то, и поэтому я послушал совет родителей, которые убедили поступить в институт тогда Николаевский кораблестроительный. Мне оказалось там безумно скучно, потому что я видел продолжение школы, и буквально с первых же месяцев я начал думать о том, как попробовать что-то заработать. Для меня формирование бизнеса моего – это формирование меня, как характера, как человека. Легенда звучит так. Я начинал со 100 долларов и понеслась. Ну, даже эти 100 долларов нужно, чтобы осели в кармане. Уже, наверное, на втором-третьем курсе отец предложил поработать в гараже над ремонтом автомобилей. У него очень хорошо получается работать руками, у него классное образное мышление, и за что бы он ни взялся, это касается механики, столярных работ, у него все получается. Я думаю, что его гены и его таланты где-то отложились во мне и помогли определиться для меня в выборе профессии. Поэтому, когда я работал вместе с ним, так скажем, над ремонтом автомобиля, у меня начали появляться чуть больше деньги. И эти первые 100 долларов пресловутые удалось заработать буквально за несколько недель. Кстати, ручной труд очень настраивает мыслительный аппарат на такой какой-то правильный лад. Я сделал ход свой. А, у этажа. И у меня возникло желание сделать что-то своими руками тоже. Первые мои такие вот работы были в виде подарка. Мой друг женился, и я захотел сделать у него что-то такое памятное. И взялся делать столик. Для него был шоком, когда приволок этот стол на боль в канун его свадьбы. Ну, реакция, в принципе, была достаточно адекватной, поэтому мне понравилась она. Я решил попробовать продолжить в этом направлении свою работу. И, опять же, набравшись смелости, дал объявление в газету о том, что могу делать ремонт мебели. Конечно, я не мог его делать, но я был уверен, что смогу. Сама мебельная фабрика, вот та, которая она есть сейчас, с чего она начиналась? Она начиналась с ремонта мебели. С гаража? Да, в гараже. Я заканчивал институт, и передо мной стоял выбор, что делать дальше. Я уже несколько лет занимался ремонтом. Даже удавалось изготавливать мебель из другой, новую. Ну, в окружении моем, товарищей, друзей, в основном все ребята в то время служили в армии. А я себя ощущал, ну, как-то, знаете, неуютно. Они рассказывали о тех подвигах героических, о тех событиях сложных. Поэтому для меня это было очередным испытанием. Армия или свой бизнес? Правильно я понимаю, перед таким выбором вы стояли? Армия или неизвестность. Так бы сказал я. Потому что мой бизнес так или иначе сформировался, но все это было аматорство и спонтанные заказы. Друзья, знакомые. Поэтому я принял решение все-таки пойти и несколько отдать свой долг стране. Доля патриотизма, конечно, присутствовала в том числе. Меня пышно проводили мои товарищи. На недавно сделанный заказ я устроил, так сказать, проводки. Прям в областной военкомат от изменения, так сказать, почистил. Ну, и там началось, естественно, прозрение. Куда я попал, где мои вещи и вообще ничего это делаю. 23 года пацану, рядом 18-летний, я тогда казалось, еще ничего не понимающий, ребята. И это начало очень сильно перекраивать у меня. Судьба у меня сейчас продлилась недолго. У меня лишь 12 месяцев. Я для себя четко наметил план на ближайшие годы. Прихожу домой, женюсь и устраиваюсь на работу по профессии мебельщика для того, чтобы обрести эти навыки более эффективно, перенять опыт. Так и случилось. Начал работу с технологом, со сборщиком. Продолжил технологом. Ну, заканчивал уже, опять же, более шести месяцев я там не удержался, уже ведущим дизайнером. После этого уже достаточно было смелости сделать все-таки свой бизнес. И уже в 2001 году, 31 января, оформили мы свое первое предпринимательство. И с этого периода ведет отчет наша компания. Вот, кстати, скоро будет и 15 лет. К чему специализация именно детская мебель? Это все эмоции. Естественно, начинали мы мебельный заказ, но когда родился сын, 10 лет назад, то, естественно, меня переполняли эмоции, мне хотелось что-то делать для него. Поэтому возникла серия детской мебели «Планета Луна». Она имела успех. Мы повезли ее в 2006 году на выставку в Одессу. Всем понравилось. Ну, потихоньку-потихоньку мы стали помешаны на этом сегменте. Мы решили немножко подурачиться и представить, что вдруг наша мебель имеет возможность оживать. Возникла идея коллективная сделать нашим директором по пиару персонажа из одной из наших серий, серия «Прованс». Это Пуфик. Имя его Пуфон. Бенни Пуфон. Бенедикт Пуфон. Скажите, Валентин, а вот вы с женой вместе начинали этот бизнес. А она сейчас какую функцию в этом бизнесе выполняет? Ключевую. Она управляет отделом продаж и отделом снабжения. И она, естественно, является моим оппонентом в споре. Поэтому у нас дуализм, который присутствует, позволяет нам балансировать. Мои фантазии и мечты разбиваются о камне прагматизма и реальности. Что навеяло вам такую картину написать? Мне показалось, что я вижу образ себя на этом снимке, который прототипом написан. В бурлях? В бурлях? Да, ищу какой-то ворох событий, какой-то вот такой вихрь. А себя, естественно, олицетворяю, как вот какое-то такое вот сооружение на холме, которое противостоит и где-то что-то кому-то подмигивает. Когда вы заработали свой первый миллион? Ну, ощущение того, что это произошло, возникло тогда, когда я понял, что мы построили цех, реконструировали его и смогли погасить кредит. Потому что площадью чуть более тысячи квадратных метров, отличное производственное помещение с полностью новым оборудованием, наверное, может свидетельствовать о том, что где-то около такого ощущения, могло возникнуть. Это произошло буквально несколько лет назад. Валентина, вы участвовали в предвыборной кампании мэра нашего нынешнего Александра Сенкевича. Почему вы свою предвыборную кампанию не проводили и не баллотировались мэры? Ну, как сказать. Во-первых, моя кандидатура рассматривалась нашей партией. И у нас было внутреннее голосование, в котором я уступил Леониду Павловичу Клименко, нашему кандидату, который был выдвинут, несколько голосов. То есть у нас были демократические внутренние процессы. И после этого вы перестроились на предвыборную кампанию Александра Сенкевича? Нет, я поддерживал нашего кандидата в первом туре. Ну, когда во втором туре стало известно, что ситуация сложилась именно таким образом, то у меня не возникло ни единого сомнения о необходимости помощи именно Александру Федоровичу. Потому как я его знал уже достаточно хорошо, как человека, которому можно доверить такую серьезную миссию. И сегодня он предложил мне быть его советником в вопросах внедрения в органы местного самоуправления международных стандартов ИСО и в целом системы менеджмента качества. Я с удовольствием согласился, потому что у меня есть для этого возможность, знание и опыт. Покажете, какие вы картины малюете? Прошу, конечно. Одна из первых, скорее всего, вторая картина, она прототипа взятая регата ротари-клуба. Мне удалось в 15-м году быть распорядителем ротари-регата, паруса-ротари, где мы собирали средства на детский парусный спорт. И вот такое полотно. Когда начинаешь что-то вот такое творить, ты так возносишься, это такое ощущение эмоциональное, потому что когда ты видишь, что что-то начинает получаться, ты просто на седьмом небе от счастья. Тема ваша благотворительность, она для вас близка, да? Сегодня я уверен однозначно, что степень доверенных в обращение денежных знаков зависит от того, насколько ты правильно ими распоряжаешься, в том числе для общего блага. Сын славно сказал, да? Но без благотворительности не заработать больших денег, однозначно. Поэтому чем больше я научусь отдавать без потерь для самого себя, тем больше я смогу зарабатывать в будущем. Я такой философии придерживаюсь. Есть одна незаконченная работа. Это хорошие мои друзья. Они повенчались 20 лет спустя совместной жизни и сделали это в Грузии. Прекрасный снимок они мне дали для того, чтобы я попробовал его через свою призму видения пропустить. И вот она требует доработки, но... Но это еще не законченная картина. Да, она не закончена, ее нужно немножко доделать. Есть у меня специальный халатик. А чего он такой чистый у вас? Ну, я аккуратно художник. Давайте примерим на нос. А что это за картина? На этой картине можно узнать любовь моей жизни. Хорошая фотография была. В основном мы ездили в Закарпатье весной отдыхать. И не могли проехать мимо поля, в котором были яркие контрасты, краснейшие маки островами и поле полное ромашек. Волосы создавал я вот этим мастихином первый раз. И маэстро оценил как достаточно успешную мою попытку. А вот, кстати, портрет, который сделали, наверное, лет 10 назад на одной из набережных. Захотелось мне запечатлеть супругу именно тогда, именно там и в том образе, в котором она здесь. Активный отдых входит в ваш жизненный распорядок? Да. В зимний период с удовольствием отдыхаем на лыжах. А вы первый раз, когда становились на лыжи, вы не сомневались в том, что вот вы сейчас встанете и поедете? У вас не было чувства страха? Страх был, но была уверена, что все равно поедем. В сегодняшний период я все больше желаю людям смелости принятия решения. Ставьте цели, которые являются сегодня фантастическими и нереальными. Но идите смело к реализации этой мечты. И я могу сказать точно, мечты сбываются. Спасибо большое. Всегда рад. Спасибо. С нами сегодня был Валентин Бельс. Розвиток своего бизнеса допомогла ему створить спільноту таких самих однодумцев, с которыми научиться и развиваться можно постоянно. До его порад прислухается навіть мер. Да он просто надежный человек для своей родины. Остались с нами. Просто люди. Міста Миколаева. Субтитры создавал DimaTorzok